эти друзья не были мы две недели на нашей стройке тут какие-то изменения произошли ну вот мы видим стекла стекла вставлены все этой проволочкой обмотана бумагой предварительно chicken wire это называется этой части сделано сейчас пойдем внутрь до этого положили крышу и мы защищены от дождей случись дождь ну что вот так вот с окном изнутри хорошо тут что-то такое уже давайте глянем о пусть и ванная можно сказать намечается правда намечается ванная тут такие плиты свечка по и сюда это из какого материала плита знаешь это специально чтобы она не протекала это специальный гипсокартон для тоже на него плитку класть видишь вкладу бумагу чтобы не протекая на стенке черную плитка видишь это мы сделали такую красивую штучку нишу а что будет в нише низковат вот это а это кран какой то что мы хотим сделать тут ну такие панели до душевые да я не знаю как-то у нас и не нами как-то душевая панель потому что я не хочу ничего ставить стенки это уже наш прошлый опыт пока я больше вы все да не встрою здесь в америке очень приятно там этого не было в россии но в америке принято это называется такой балл балл это что у нас пол это балл в общем балл это какая-то фигня которая ставится в стенку и распределяет воду горячий-холодный россии в россии были смесители которые ставились снаружи сначала шел кафель а потом шел смеситель и поэтому они не были привязаны друг другу и можно было в любой момент смеситель поменять а с кафель ничего не нужно было делать а мы столкнулись что вот эти валлы их нужно устанавливать буквально вот на этом этапе когда еще ничего нету ни кранов а потом ничего менять на звезд под потом нужно кафель разрушать причем мы купили вот когда строили большой даровой дом поскольку мне сказали быстро 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 быстрая даже не успела сделать никакой research купила первые попавшие из крана и потом с ними мучились всю жизнь чтобы уже не снимать кафель и не понятно ну что же скажи след что что произошло кроме вот окон вот дверь а ну-ка давай дверку туда-сюда попробуй как она идет хорошо идет что что такое то может быть она заперта стоит они это вот отлично все ну как дверь хорошо идет дверь идет хорошо но наверно она как-нибудь да закрывается так сейчас ну в общем это еще не работает как то все это произойдет так давай посмотрим где у нас там были skylight вообще темновато здесь как-то а вот эти черные пятна на потолке там будет будет стекло и будет светлее что же здесь сделали кроме крыши освещение вот же фонари стоит а электрика вот эти вот коробки для ламп коробки для ламп ну это как бы это не то чтобы там какая-то большая работа нет да еще небольшая это большая работа конечно с каждую лампочку прикрутить мне нужны провода вот видишь вот идет работа уже провода в общем сейчас начнут нас ругать начнут критиковать как это так проволока прямо так в стену значит идет вот это вот коробочка там розетка будет да вот да не в металлической такой трубе проводят а просто вот так протаскивают но но металлическая труба это там где нужно изолировать там где внешние какие-то работы идут это самое дело в том что да она протаскивается просто в стены но она достаточно заизолирована никакой угрозы пожара не это соответствует местным строительным кодом дело в том что вот эта оплетка да она выдерживает большое напряжение большой перед перепады тока поэтому она не сгорается старые вот в старых домах тогда там были они рассыпались просто они рассыпались и было это новое это хороший это у нас такие вот большущие двери в ней тоже еще не стоит замок с этой стороны вот тут вот лежит часть которая будет прикручиваться вот сюда и когда ее прикрутят уже она сможет закрываться что мне нравится знаешь с этим контрактором что все-таки настройки чисто это очень важно все аккуратненько приделано потому что мой прошлый опыт пока за другими контракторами что я должна следить и выхватывать у них из рук и собирать вот эти вот все части потому что они потеряли на 6 они потеряются то потом не восстановишь там а здесь и чистенько все убрано но мы конечно пойдем не ты знаешь вот как тут раньше фанеры что ли не было в стенах она она просвечивала насквозь аж чем же это они там обили ты знаешь что судя по тому как выглядит этот материал наверное шерво то есть она все-таки является несущим такой до укрепляют потому что это не просто шитрых обычно 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 что просит если это просто обычные перекрытия до составит двух сторон шитрак и все внутри он пустой внутри дома но если ты хочешь ты можешь положить то изоляцию судя по тому что они стоят вот такие это ребро жесткости создает до такой получается слишком много этих ребро жесткости то есть просто дом такой жесткий что с ним ничего не случится никогда так ну что трубы 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 это вот водичка так а это что это тоже здесь будет единственная ванна в этом доме вот тут вот такая на 5 футовая покажи где ванны были это вот метр шестьдесят ванна здесь вообще-то надо сказать что очень ванночки детские то есть я не знаю кроме как детей купать кого-то можно положить они все вот такой высоты вот такой не глубокие правда можно конечно купить индивидуальную ванну до более глубокую она будет занимать больше места но это стандартный в общем-то слушай а вот это медь какой-то что это они туда пошли что это значит смотри там у нас гаражи будет стоять water hitter до обогреватель и вот это трубы из горжа вот они сюда пришли дальше они уходят под домом разводится по всем точкам господи а так не то чтобы гараж тут рядом был как я тебе покажу где они там давай давай вот друзья по всему дом а ну то есть понятно тогда какую работу производится это гараж это застеной гараж вот они все идут туда а вот они эти трубы вот они вот они пошли я понял вот 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 так сейчас мы подойдем света с камерой да смотри иди сюда давай так не говори в сторону говорим в камеру вот они оттуда пришли сюда один будет стоять water hitter написать голода и а это будет до 200 литров да ага вот оно ушло туда в дом да очень мило очень мило напаяли эти трубы вот она туда уходит туда в дом пошло я понял так слушай и не было вот этих вот потолка в гараже тоже не было они его положили правда уже вот фреймеры те которые делали все что связано с деревом закончили свою работу уже все они уже покажут кто остался электрики ой у нас же еще будут файер спринклеры то есть вот эти три важные сам они сказали что они придут после того как сделают электрику чтобы не трубочки не интерферировали с электрикой я понял а сантехники потом еще придут или сантехнику сантехников тут есть два этапа первый этапа сантехника называется раф то есть такой когда все вот разобраны еще вот они трубочки все прокладывают а потом уже есть финиш сантехника ранее же непосредственно цепляют туда все устройства которые нужно подцепить вот идем еще посмотрим что-нибудь так пойдем как на любой стройке есть чертежи да то что планировала заранее и есть непосредственно исполнение то что уже происходит сейчас давайте что у нас происходит поскольку у меня была идея сделать красивую нишу вместо шкафа да так чтобы со входа было видно а в чертежах этого нету соответственно нет никакого освещения и у него нет освещения не здесь и вот этот вопрос на который нужно будет обратить внимание чтобы в этой нише стой тут а я пойду к входу и мы увидим какая там будет ниша ты знаешь что тут все-таки стоит вот с опора вот тут вот которая часть твоей ниши закрывает так друзья вот я захожу в дом вот все вот я зашел в дом тебя видно хорошо но ты не стоишь посередине и вот так друзья будет ниша красивая в которой стоит светлана а что вода картину какую-то можно повесить а вот здесь вот мы уже придумали как сделать в этом месте каком скайлайты и туда а здесь вот между вот этими вот направляющими мы хотим сделать с антонову и вопрос вывести в эту сторону крыши вопрос был в том что с антонова они вообще-то в диаметре когда опускаются в комната не круглые да а все-таки у нас тут вот эти прямоугольные то есть вопрос был как из круглого сделать прямоугольные мы придумали нестандартные решения то есть мы купим прямоугольные скайлайта и уже нашли большой этот самый круглый скайлайт в диаметре 21 inch так и возьмем квадратную вот эту раму от скайлайта стандартно натяните его и расположим его вот на таком расстоянии от но каким образом у тебя округлый станет прямоугольный тебе рассказываю на skylight с крышей будет кончаться круглый штук и но вместо того чтобы он заканчивался прямо в потолке да он будет заканчиваться вот настолько выше потолка да а вот этот скайлайт обычный будет немножко ниже и за счет естественного диффьюжена да когда свет распространится на каком-то расстоянии в стороне он будет прекрасно освещать вот это прямоугольное отверстие но то есть все-таки будет какая-то потеря света на ту сторону там самый хорошо ну что посмотрели ну послушай мне нравится здесь чисто что здесь и видно что тут идет работа и люди как-то ну да да аккуратненько вот вы видите провода идут наклеивать вот эти штуки вот эти наши что это перед тем как шитрик положить чтобы шитрик не упирался друзья это бумажка это картон это картон вот да вот упирался не не прогибался вот так вот выравнивают плоскость стены я понял ну что же не пойму суши тут вот есть сюда такие вот отверстия причем они повсеместно вижу я не знаю почему они оставляют их причем это их много и всюду они для чего-то это оставляют ну что же вот вот это здесь будет видимо выключатель да щелк щелк а вот там будет розетка на каком вот вот она эта бумажка на которую потом будет гипсо 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 картон будут сюда приделывать почему он будет скрипеть ты на фанерке находишь на фанерке достается она является частью пола ты думаешь на нее сверху просто положит это бумажечку такой мягенький так может ее прибить даже не должно так болтаться то что мы видим это со светом до замечание вот это вот да ну так поэтому так это задел это мастер спальня так что же там утеплитель такой стоит хороший на улице апельсины в этом году не собирал никто вполне приличная все красота очень даже мне нравится слушай а у соседей ты посмотри что с апельсинами это просто невероятно то есть просто сейчас начало марта друзья это дерево как будто никогда здесь и не было да да вот здесь было дерево она конечно много много места занимал да еще один сделано как продать о дыра то это не скажет будет куда там ставить всякие эти самые шампунь да дыра но они должны заглубиться туда то есть то есть рода загубка конечно непосредственно странно все вот но вот это уже сделано вот я а что там напал за материал это значит мы должны пройти инспекции цемент это цемент это как бы подушка такая на которую они потом конусом таким до подастись потом она на кафель на все покрыть есть специальная инспекция на проверку когда наливается вода во все ванны они же все сообщается друг с другом и закрывается все крышечкой нашу вода не просачивалась и дальше инспектор приходит один раз одну и сразу приходится через сутки замеряет ушла ли вода то есть если воды в общем не протекает ли ничего да написано мой чур резистент вот там внизу а здесь мы сделаем плитку будет красиво красиво да